Дай почитать. Масштабное исследование, в котором на 250 страницах поместилась и юность, и зрелость, и терзание, и размышления о Боге и России, и анализ отношений с женой и детьми, и многое другое великого старца. Что мешает свободному восприятию книги, так это прекрасная серия Павла Басинского о самом Толстом, о его побеге из рая, о его сыне Льве, о его жене Софье Андреевне. Против воли сравниваешь прочитанное с читаемым и пробуешь увидеть разницу и новизну. Не стоит забывать, что Зорин пишет для англоязычной аудитории, которой Басинский, возможно, неведом. Отсвет зарубежья лежит и на литературоведческом анализе Анны Карениной и «Войны и мира», и публичных выступлениях писателей. Ты понимаешь, что вся глубина, вся пронзительность, скрупулезность Басинского западной публике не нужна. Это мы будем терзаться, читая о взаимоотношениях Иоанна Кронштадтского и Толстого, или о сложных отношениях в семье самого Толстого, без сантиментов, суховато и схематично. Не для русской души и не для русского ума. Это отталкивает от книги, но в то же время дает прекрасную возможность изменить оптику и взглянуть на нас самих под другим углом. Толстой получился противоречивым, живым, огромным, мятежным и великим. Зорин, разумеется, не Басинский. Он неделикатен, невъедлив. Он просто и мимоходом замечает, а Софья Андреевна все же сумасшедшая. И нечего тут заниматься психоаналитикой. А Толстой-то деспот и временами самодор. Но Зорину удается сохранить нейтралитет в оценках. Хоть за это спасибо. Толстой показан с разных сторон. Со стороны современников, из собственных дневников и писем. Прием, разумеется, не новый для отечественного читателя, но, видимо, очень востребованный у западной аудитории. Как пишет рецензент, четыре богато документированные и элегантно написанные главы этой новаторской литературной биографии позволяют глубже погрузиться в русскую культуру 19-го столетия, чем это способна сделать традиционная история. Что ж, дорогие слушатели, погружаемся. Жизнь Льва Толстого, опыт прочтения, Андрей Зорин, 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волково, 6А. До новых встреч! Дай почитать!